Это история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Я внимательно читаю ваши послания и особенно пожелание рассказать о том или ином событии, о том или ином человеке. Вот я исполняю сейчас пожелание, которое звучит очень часто, рассказать о Рауле Валенберге, о шведском дипломате, судьба которого является одной из главных загадок 20-го столетия. Роль Валенберг был сотрудником шведской дипломатической миссии в Венгрии в 1945 году, когда Венгрию с боями освободили части Красной Армии, войска которыми командовал маршал Малиновский. Швеция была нейтральной страной и Швеция представляла Венгрии, между прочим, интересы Советского Союза. Поэтому шведские дипломаты, по мере приближения частей Красной Армии, ощущали себя совершенно спокойно, понимая, что к ним не только никаких претензий быть не должно, но и вообще они должны восприниматься наступающими советскими войсками очень даже благожелательно. В тот день, когда советские войска вступили в Будапешт, в столицу Венгрии, на улицу, где находился кабинет Рауля Валенберг, как там примерно 10 шведских дипломатов, появились советские солдаты, и они Валенберга и его водителя увели. И с этой секунды начинается цепь событий, понять которые и объяснить которые представляется весьма затруднительным. И, возможно, за давностью лет мы до конца так и не поймем, что именно произошло. А произошло вот что. Вообще говоря, по должности Рауль Валенберг был на самом нижнем уровне дипломатической лестницы. Он вообще был человеком очень молодым, он был секретарем шведской миссии. Так вот, его судьбой заинтересовалась Москва. Командующий фронтом маршал Малиновский получил телеграмму от члена Государственного комитета обороны, заместителя главы правительства и заместителя наркома обороны генерала армии Булганина. Николай Александрович Булганин, сейчас уже забытый, такой благообразный, с бородкой, гедонист, поклонник красивых женщин, был в ту пору одной из самых близких к Сталину фигур. Сталин его отличал, вознес очень высоко. Потом сделает вместо себя военным министром. И многим казалось, что Булганин самый близкий к Сталину человек. Так вот, в этой шифротелеграмме предписывалось арестовать Валенберга с пометкой, что органам СМЕРШ дано соответствующее указание. СМЕРШ – это управление военной контрразведки СМЕРШ-шпионом. Вообще говоря, военная контрразведка всегда была частью органов государственной безопасности, но бесконечно подозрительный Сталин все время менял конфигурацию госбезопасности и в какой-то момент вывел военную контрразведку из подчинения. А Лубянки подчинил ее непосредственно себе и даже сам придумал название военной контрразведки – СМЕРШ-шпионом. Поэтому начальник управления военной контрразведки, генерал-полковник Виктор Абакумов, подчинялся Сталину как наркома обороны. Валенберга вывезли в Москву, а тем временем шведский посол в Москве поинтересовался судьбой своих коллег в Будапеште, на что заместитель наркома иностранных дел Деканозов, человек очень близкий к Лаврентию Павловичу Берии, сам из органов госбезопасности, сказал, что с Валенбергом все в порядке, скоро вернется домой. И советский посол в Швеции, Александра Михайловна Калантай, знаменитая, сказала родственникам Валенберга, что все тоже с ним хорошо, и Рауль скоро будет дома. Дело в том, что Валенберг принадлежал к очень известной в Швеции семье. Его родственники были очень богатыми людьми, торгово-экономическими партнерами Советского Союза. Поэтому отношение с семьей Валенбергов имело значение. Валенберга доставили в Москву, поместили во внутреннюю тюрьму на Лубянке, и теперь советские власти заявили, что никакого Валенберга они не видели. Сначала говорили, что с ним все в порядке, потом сообщили, что Валенберг убит в ходе боев за город Будапешт, а потом заявили, что вообще ничего о его судьбе не знают. Но шведские власти продолжали интересоваться судьбой Валенберга, и не только потому, что он принадлежал к той столь видной шведской семье, но и потому, что он был сотрудником дипломатического ведомства. Задерживаться дипломата ни при каких обстоятельствах невозможно. Даже если он задержан, он должен быть немедленно освобожден. Если он совершил что-то несовместимое с его должностью, то он должен быть выслан из страны, объявлен персоной нотград и выслан. Но выслан, но не арестован, не посажен в тюрьму. Советские руководители отвечали, что им ничего не известно. Но шведы настаивали. В 1947 году руководители Министерства иностранных дел обратились в Министерство государственной безопасности, которым теперь руководил генерал-полковник Абакумов. Он получил повышение после войны, справившись со своей задачей, блистательно, как считал Сталин, с просьбой рассказать о судьбе Валенберга. Министерство госбезопасности не отвечало. Тогда первый заместитель министра иностранных дел Андрей Геннадьевич Вышинский, бывший прокурор СССР, разбиравшийся, что к чему, обратился к своему министру, к Вячеславу Михайловичу Молоту, что Абакумов ни на что не отвечает. А Молотов член политбюро. Он некоторые опали, тем не менее, воспринимается как второй человек. Он пишет на этом письме Тов Абакумову, прошу объяснить мне, что к чему. По документам Министерства иностранных дел значится, что ответ от министра госбезопасности генерал-полковника Абакумова в Министерство иностранных дел пришел. Но самого письма нет. И что там сказано, неизвестно. А письмо министра государственной безопасности Абакумова Молотова датировано тем же днем, что и рапорт полковника Смольцова, который руководил медсанчастью внутренней тюрьмы, о том, что заключенный Валенберг скончался ночью в камере от инфаркта. Смольцов спрашивал, кому поручить вскрытие. Генерал-полковник Абакумов распорядился похоронить без вскрытия. Смольцова вскоре отправили на пенсию. Его сын потом вспоминал, что отец ни о чем никогда не говорил, вскоре умер. Шведам отвечали, что Валенберга нет. Потом, когда начались новые времена, сообщили, что Валенберг умер в тюрьме от сердечного приступа. Шведы не верили тогда и не верят сейчас. Бесконечно обращаются с запросами, требуя рассказать им правду. Что на самом деле произошло с Валенбергом? Были люди, которые рассказывали, что они видели его в каких-то лагерях, рассказывали, что он жил на самом деле долго. Крайне в этом сомневаюсь. Думаю, что рапорт полковника Смольцова о смерти заключенного Валенберга был точным. Вопрос стоит том, от чего он умер. Вообще говоря, в сталинских застенках и молодой человек мог преждевременно уйти из жизни. Правда, есть одно обстоятельство. Незадолго до его смерти Валенберга допрашивал будущий генерал-полковник Сергей Кондрашов. Один из самых видных советских разведчиков. Мне ветераны рассказывали, что его так закулисно всегда называли кронпринцем, считая, что он вот-вот возглавил советскую разведку. Ну, он всю разведку не возглавил, но работал на немецком направлении. Так вот он допрашивал Валенберга незадолго до его смерти и сказал, что он был абсолютно здоров. Бывший член политбюро и секретарь ЦК Саня Николаевич Яковлев рассказывал мне, как еще в раннюю эпоху перестройки, когда они с председателем КГБ Крючковым были еще в хороших отношениях, Крючков ему сказал, что Валенберга уничтожили. Совсем недавно опубликован дневник бывшего председателя КГБ Ивана Александровича Серова, генерала армии, в котором Серов пишет, что Валенберга отравили спецсредствами из лаборатории НКВД, которую руководил Григорий Майроновский. После проверки историки пришли к выводу, что в подлинности дневников Серову сомневаться нельзя, насколько он точен был. Вообще говоря, Серов ненавидел Абакумова и всегда про него всякие гадости, естественно, говорил. Часто реальные. И потом, зачем ему было придумывать? Григорий Майроновский действительно руководил лабораторией по подготовке спецсредств, предназначавшихся для уничтожения врагов советской власти. Он был потом осужден, и председатель КГБ семичастный докладывал партийному руководству, что на счету Майроновского 150 убитых им невинных людей, то есть людей, которых уничтожали без приговора суда. Да. Сам Майроновский рассказывал, как он проводил испытания своих средств на живых людях, ему приводили их с Лубянки, приходили руководители различных подразделений, в том числе генерал судоплатов, смотрели, как именно действуют препараты. Майроновский сокрушал, что некоторые препараты действовали плохо, и люди в страшных муках умирали очень долго. Он рассказывал о том, что некоторых... Вообще говоря, речь шла о том, что эти препараты будут использоваться нашими разведчиками и диверсантами, на чужой территории. Но несколько раз рассказывал Майроновский на процессе. Он лично привозил аппараты для уничтожения людей прямо на территории нашей страны. Вполне возможно, что Валенберг стал одной из этих жертв. Но мы никогда не узнаем, что точно произошло, потому что все относящиеся к нему документы уничтожены или спрятаны так, что найти их невозможно. Его допрашивали всего несколько раз. Протоколов нет. Редчайший случай. Ведомство держало все свои дела в порядке. Можно найти сейчас борозительные документы. Этих нет. Почему? Что произошло? Чем именно скромный секретарь шведской миссии в Будапеште мог заинтересовать советскую госбезопасность? Валенберг, кстати, в юности учил русский язык, не подозревая, что он им пригодится. Он долго не мог найти себя, пошел по части бизнеса, пока к нему не обратились американцы с просьбой взять на себя миссию по спасению венгерских евреев. Дело в том, что Венгрия, как союзница нацистской Германии, не могла отказать немецким друзьям в просьбе выдать им венгерских евреев для уничтожения. В Венгрии достаточное количество злобных националистов всегда было. Они с радостью взялись за исполнение этой миссии и за пять месяцев выдали немцам 600 тысяч венгерских евреев, которых отправили на уничтожение. Американцы отправили туда Валенберга в надежде, что он сможет что-то сделать. И Валенберг сделал. Валенберг, как сотрудник шведской миссии, имел возможность выписывать временные документы людям, которые их утратили. Он выписал временные документы 20 тысячам юнгерских евреев, которых спас от смерти. Он спас от смерти 20 тысяч человек. И люди никогда этого не могут забыть. Валенберг – фигура, которой восхищаются во всем мире, ну, может быть, кроме нашей страны. Когда президентом Соединенных Штатов был Рональд Рейгер, он подписал закон, в соответствии с которым роль Валенберг стал почетным гражданином Соединенных Штатов. Он был вторым в истории почетным гражданином Соединенных Штатов. Первым был Уинстон Черчилль. И Рейган записал в дневнике, я читал, что я сделал это по просьбе депутатов, членов Конгресса, один из которых когда-то был спасен самим Раулем Валенбергом. У Валенберга было в распоряжении американские деньги, которые он подсовывал замечательным венгерским чиновникам. И те закрывали глаза на очень много. В конце войны все засуетились, видя, что разгром не минует. Засуетились венгерские чиновники, пытаясь спастись от наказания, которое, как они думали, их ждет. Засуетились немцы. Некоторые немцы, немецкие чиновники, стали искать возможности для какого-то контакта с союзниками, чтобы избежать наказания. Судя по всему, Валенберг оказался где-то в центре этих переговоров. И, вероятно, восприятие советских разведчиков он стал какой-то важной, ключевой фигурой, которая была осведомлена о контактах между американцами и нацистами. И по этой причине с ним захотели поговорить и выяснить, что ему известно. А может быть, и перебербовать на свою сторону. Но поэтому это было поручено генерал-полковнику Абакумову. Но с той минуты... Я думаю, что не имелось в виду его уничтожать, не имелось в виду с ним что-то сделать, а хотели получить от него информацию. Но с той минуты, как он был арестован, доставлен в Москву и отправлен во внутреннюю тюрьму, он был обречен по той причине, что отпустить его было невозможно. Отпустить его означало признать, что был нарушен закон, что был арестован дипломат, что чего делать нельзя. Более того, после того, как он побывал на Лубенке, после того, как он увидел, что там и как, выпустить его на свободу было совершенно невозможно. Как же так он все это расскажет? Поэтому этот замечательный, фантастической смелости, отваги, душевной щедрости человек был обречен и погиб в юном возрасте. И мы никогда точно не узнаем, как именно все это произошло. Но мы с вами и впредь, тем не менее, будем обращаться к этим эпизодам истории, забыть которые невозможно. Но чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.